Общероссийское объединение предпринимателей и клуб лидеров обратились к волгоградским коммерсантам с предложением принять участие в федеральном проекте под названием «Контрольная закупка». Его цель – выявить препятствия, которые встречают молодые предприниматели в регионах, пытаясь открыть свое дело. Речь идет об административных барьерах, коррупции и несовершенствах законодательной базы. Как будут работать тайные агенты бизнеса, расскажет Ольга Макарова. Не секрет, что тем, кто занимается бизнесом каждый день, приходится сталкиваться с определенными барьерами. К примеру, на то, чтобы зарегистрировать предприятие, в России уходят недели, а в Новой Зеландии этот процесс занимает всего 30 минут. К тому же в каждом регионе страны существуют свои бюрократические проволочки и коррупционная составляющая при оформлении документов, несовершенство электронных сервисов предоставления госуслуг. Это подтвердили собравшиеся на круглый стол волгоградские предприниматели. Ты приходишь, говоришь, мне нужна электроэнергия, там 100 киловатт. Те говорят, вот ближайшие, там, не знаю, 5 киловатт отсюда, стоит, не знаю, там 2 миллиона рублей. Ты начинаешь говорить, ну как же так, ну, нет таких денег, не заложено в инвестиционные проекты или там нет такой смети. Ничего не можно поделать, ближайших нету мощностей, только можно тянуть оттуда. Проходит месяц-два, предприниматели, я вот сам сейчас проходил, начинаешь искать какие-то лазейки, и через несколько месяцев ты находишь путевое решение, я не буду говорить как, но многократно, раза в три себестоимость уменьшается. В результате многие люди отказываются от идеи создавать свой бизнес, а страна получает репутацию территории с неблагоприятным инвестиционным климатом. Исправить это недоразумение призван всероссийский проект «Контрольная закупка». Чтобы поучаствовать в нем, предприниматели должны получить специальные анкеты. В них указаны основные шаги, которые должен пройти бизнесмен, чтобы оформить необходимые документы для открытия собственного дела или подключения предприятия к энергосетям. Напротив каждой графы коммерсантам предлагается делать пометки. Бизнес, что вам? Стоимость, вот как раз то, о чем вам сказали. Дальше скорость и третье количество процедур. Если мы с вами определили непосредственно, что вот тут такая ситуация, столько денег в Волгоградской области стоит такая-то процедура поведения бизнеса. Мы ее сравнили с другими регионами. Если она выше, то, естественно, мы, информируя и рабочую группу ОСИ, и федеральные органы исполнительной власти, задаем вопрос, а почему? Так, может быть, мы как-то все-таки это скорректируем или поменяем? И если для этого нужно изменить законодательство, хорошо, давайте меняем. Таким образом, считает председатель клуба лидеров, удастся достичь нескольких целей. Выявить организации, которые необоснованно завышают цены на свои услуги, привлечь к ответственности коррупционеров, усовершенствовать законы, а значит, в целом дать толчок к развитию малого и среднего бизнеса. Идею проведения контрольной закупки активно поддержали и власти Волгограда. Люди хотят здесь строить хорошие гостиницы, открывать замечательные рестораны, открывать производство, как мелкие, так крупные, на то есть прекрасные примеры. И хотелось бы, чтобы предпринимательская среда в своем развитии, она не вопреки развивалась, а благодаря. Вот как раз вот эти все условия хотелось бы создать нашими совместными усилиями. Приступить к работе собравшуюся на круглый стол предприниматели решили, начиная с этого дня. Анализ того, как живется бизнесменом, будет проведен в сферах таможенного администрирования, строительства, энергетики, регистрации собственности и юридических лиц. Ольга Макарова, Андрей Гопчук, телекомпания Ахтуба.